В один из предновогодних дней жители древнего Гродно собрались на берегу Немана. Они ждали зрелища удивительного и бесплатного. Бесплатного? Моржи отчаянный народ. Они бескорыстно готовы прыгнуть в любую прорубь, не подозревая, что из этой полыньи банк черпает пятаки, которые восторженные зрители платят, чтобы доехать к реке. Вот и бесплатно. Здесь это пятаки, где-то полтинники, рубли, сотни. Деньги в непрерывном движении. Маршрут строго секретный, рассчитан по минутам. В каждом пункте следования приготовлены деньги. Если кто-то посегнет на наш трудовой рубль, инкассатор этот рубль защитит. Банк – финансовый аккумулятор города. Банк отражает состояние социалистического строительства, выполнение городского и государственного планов. И вообще все наши удачи и неудачи первым отмечает банк. Деньги поступают из магазинов, кинотеатров, телефонов, автоматов. Словом, отовсюду, где мы их тратим. А тратим мы их везде. И чем быстрее мы их истратим, то есть чем быстрее обернется рубль, тем больше он успеет сделать. Сколько денег прошло через эти руки? Тысяч? Миллионы? Миллионы, которые наверняка потеряли для этих людей свою колдовскую притягательную силу. Деньги для них – это зарплата. А миллионы – так, работа. Финансовая жизнь города – это ассигнование из союзного и республиканского бюджетов. Это и свои кровные гродненские 8 миллионов 377 тысяч 100 рубликов. Городской бюджет 66-го года. И какую бы уйму денег нам не показали, финансист всегда скажет, что денег не хватает, по крайней мере, в два раза. И действительно, зарабатываем мы их 8 часов, а тратим 24. В бюджете города видим заботу нашей коммунистической партии и правительства о дальнейшем развитии народного хозяйства и более лучшем удовлетворении запросов нашего народа. Что стоит за привычными фразами? По плану развития народного хозяйства города, только на государственном положении предусматривается по всем источникам финансирования 56 миллионов рублей. И на жилищное строительство 8 миллионов 400 рублей. Это по всем источникам. Все это создает условия, как говорят, для того, чтобы вместе с успешным строительством и развитием наших промышленных предприятий, значит, создавать культуру, создавать совершенно новый город. Надо сказать, что большие мероприятия проводятся по бюджету города. В частности, только за последние годы построены за счет бюджета города 11 средних школ, 5 медицинских учреждений, 11 дошкольных учреждений и много других. Содержание каждого ребенка в яслях обходится городу в 419 рублей в год. Детсад. Кстати, расходы по содержанию этих детишек несут и бездетные гродницы. И на тех, кто постарше, идут деньги из кошелька города. Треть бюджета уходит на медицинское обслуживание гродницев. И все это нужно. Ну а если, нарушив правила арифметики, сложить жителей города с автобусами, которых не хватает, а к новым микрорайонам прибавить один ветхый Неманский мост, да сверх того приплюсовать прожорливых обитателей зоопарка и городских хулиганов, то получим количество ежедневных забот, сколько их, в Горсовете всегда скажут. Миллион. Я бы сказал, что вместе с дальнейшим развитием промышленного производства, являющимся основой у нас, у богатства, строил бы жилья в 5 раз больше. Это самое главное, самое важное. Слушайте, я не знаю, иногда, может, не понимают меня, все хорошо, и озера, и прочее, но жилье необходимо. Как только решим вопрос, жильем, а этот вопрос не может решиться сразу. Почему? Потому что сегодня мы, допустим, представили квартиру хорошим, спасибо, благодарят. А завтра, говорят, слушайте, должно быть и паровое отопление, и теплая водичка должна быть, так? Канализация, газ, телефон. Не рой яму ближнему, гласит притча, а Горсовет все-таки роет и роет, чтобы у ближнего была горячая вода и канализация. И не всегда хватает денег даже засыпать траншею. Строить нужны деньги, ломать тоже нужны деньги. Не знаем, лучше это или хуже, но в 20 веке строят не так, как в 18. И вот у архитекторов свои заботы. Как сохранить своеобразие древнего города? Наверное, сам Бог велел под куполом этого собора создать планетарий. Проект уже есть. На это все, когда будут деньги. Здесь, на высоком берегу Немана, предполагается построить новый театр. Но какой? Типовой, как в десятке городов средней полосы страны, или оригинальный? И опять все упирается в деньги. А театр строится раз в сто лет. Этот пустырь летом в Новый год, в который раз будет засеян травой, а она обходится городу недешево, 7 рублей за килограмм семян. Ваза из железобетона. А сколько таких произведений искусства радует глаз гродненцев. Вода идет со скоростью 4 копейки за кубометр. Бесплатный каток детям. А городу он вон сколько стоит. Но все это нужно. Эти люди с чемоданчиками пришли в банк, чтобы его ограбить. Каждый кассир уносит зарплату своего предприятия. Но не в этом заключается грабеж. Грабеж в том, что в 66 году на каждые 100 рублей, выпущенных из сказ Государственного банка, своевременно возвратились лишь 88. Куда же исчезли остальные 12? Что, гродненцы зарывают клады или одержимы нумизматикой и наклеивают казначейские билеты в специальные альбомы? Заработанные деньги. Какая хозяйка не хочет предельно выгодно и разумно израсходовать их? Культурный человек должен по культурному свой бюджет организовать. А как организовать? А это значит, так же, как городской бюджет, как государственный. Надо определять. Получил зарплату? Ага. Сколько надо на питание? Сколько надо рассчитаться? Значит, со всеми это масса. За квартиру и прочие. Квартирные взносы. Про союзное страхование. Ну и сколько надо отложить в аркацию для того, чтобы купить вещи. Вещи. Ну, скажем, к примеру, обувь. Люди приносят деньги и готовы оставить их в магазине, то есть вернуть в банк. Товарное лицо? Отечественное и импортное. Но человеку нужна не просто обувь. Она должна быть модной, красивой. Она должна быть недорогой. И тканей много. Отечественных и импортных. Но людям нужны не просто ткани. Они должны быть модными, красивыми. Они должны быть недорогими. И вот многие уходят без покупки. Уносят свои сбережения, отдав городу лишь пятаки за проезд по магазинам. Круг замкнулся. Нет, гродненцы не нумизматы и не коллекционируют денег, а держат их в ожидании заветной покупки в кошельках и карманах. Вот, был случай один. Житель рабочего поселка Скиделя, гражданин М. Держал у себя 140 с лишним рублей. Держал у себя фуфайки. И дочь разожгла кирогаз. Фуфайка загорелась, эти деньги обгорели. Цель наша состоит в том, чтобы выпущенные деньги они возвращали опять в государственный кошелек. Через торговлю, через предприятие бытового обслуживания, через коммунальное предприятие и так дальше. Но недостаточно, мы еще работаем. Покупательный спрос населения мы в 1966 году меньше, а товары нечем в 1965. В 1966 году на 100 рублей выпущенных денег мы продали товары только на 88 рублей. 12 рублей из каждой сотни бюджета не вернулись своевременно в Госбанк. Быть может, поэтому недостроены эти дома и Гродницы не справят новоселье в новогодние дни. Недостатки в одном звене влияют на всю систему нашей экономики. Но эти звенья не только промышленность, строительство, торговля. Это наш быт, наш город. Рубль, он един, будь то личный или народный. Горкомхоз разрешил нам проделать один, единственный опыт. И гласили милиционера, он должен был защитить нас от толпы разъяренных горожан. Рубль, он един. По-то еще одной, надо выходить за экзистемпляр. Но за час работы к нам подошел лишь один человек, пенсионер. На этом же месте проделали еще один эксперимент. Забили в асфальт свой рубль. Этот рубль может стать личной собственностью. Мы не ломали эти скамейки. Мы не били эти фонари. Ремонт за счет города. Их не защитит инкассатор. Но кто же? Может быть они? Ведь у них столько сил и столько свободного времени. Кончается год календарный и бюджетный. Тратятся последние рубли из гродненского кошелька на праздничные украшения. Хоть и накладно, но все же приятно, что снег выпал под Новый год. Город в снежном убранстве кажется гродницу еще красивее, еще уютнее. Последний вечер старого года, последние рубли, последние покупки. Говорят, новогодние желания всегда сбываются. Пожелаем гродненцам, чтобы уже в 67-м году их город стал вот таким. Город встретил Новый год. На год старше стала сказочная профессия трубочиста. Все больше примет нового, но этим ребятам еще долго будет работа в древнем Гродно. Кстати, в 66-м году они внесли в городской бюджет 13 400 рублей дохода. А вот уже первые расходы 67-го. Мелочи, копейки, насколько набежит их к концу года. Только эти пока не вносят ничего в городской бюджет. Но и они способствуют быстрейшему бороду рубля. Ведь сколько новых штанов и ботинок нужно им на год. Когда-нибудь потом они сполна вернут своему городу в его кошелек. Им строить этот город, им жить в нем. Пусть город, в котором мы живем, будет единственным прекрасным. Сделаем же его таким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова